Почему султан Сулейман запретил кофе в Османской империи? Изначально кофе в Османскую империю привез один из пашей, который несколько лет жил в Емении и привык к этому напитку. И черный горячий ароматный кофе быстро получил популярность у османов. Ровсюдо стали открываться кофейни, и мужчины целыми днями просиживали в них наслаждаясь вкусом и ароматом. Женщины же могли вкусить кофе только в домашних условиях. Но спустя несколько лет, любимый напиток своей с Пургу и султан Сулейман обвил вне закона. Теперь кофе и не закрылись, а пробрести эстель мягкий знак желанные зерна можно было только из-под полы с большим риском. Ведь продажа и покупка кофе, каралась очень строго, вплоть до казни. Однако почему султан принял такое суровое решение и лишил наслаждения даже свою любимую женщину, мы и поговорим в этой статье. Запрет на кофе на самом деле сложился из трех главных составляющих. Только вместе все три факта и привели к тому, что Сулейман запретил кофе на всей территории своей империи. Первая причина. Само слово кофе в переводе с турецкого означает вино. А Османская империя, как мы все хорошо помним, это империя проповедующая ислам. Правоверным мусульманам употребление алкоголя категорически запрещено. Так вот именно из-за значения слова кофе оно и стало вне закона. Ведь по сути поучалось, что и женщины, и мужчины в общественных местах на глазах у всех употребляли черное вино, то есть грешили. Вторая причина. Кадебу Сулла и Фенди самый мудрый человек в Стамбуле и ближайший соратник самого султана Сулеймана создал специальную фетву, в которой кофе также было признано вне закона. В фетфе было четко сказано, что мусульманам запрещено употреблять в пищу горелые черные продукты. И получалось, что обжаренные, ароматные кофейные зерна, это не что иное как гарь. Тот кто пил кофе нарушал фетву и совершал страшный хором перед лицом Аллаха. Была еще и третья причина. Точка дела в том, что мужчины просижали в кофейнях целыми днями и обсуждали они политику и действия султана и его семьи. В итоге получалось так, что возрастало народное недовольство, а это в свою очередь уже беспокоило саму правящую династию. Именно поэтому султан Сулейман и запретил пить кофе в Османской империи. Но несмотря на этот строжайший запрет, именно сегодня турецкий кофе считается одним из лучших в мире. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.